Ну собственно, тему моего выступления мы обозначали вместе и изначально она звучала так, о политическом курсе руководства России по выводу страны из политика экономического кризиса. Значит, если кто-то помечает, я повторю, о политике руководства России по выводу страны из политика экономического кризиса. Почему я взял на себя смелость занять ваше время и рассказать об этой проблематике? Несколько слов, когда я представлюсь, чтобы вы понимали, с каких позиций я буду вести этот разговор. В 1989-1990 год я работал секретарем Ленинградского горкома партии. У меня были две встречи прямых с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. После бесед с ним я понял, что он недостаточно полно понимает проблему управления государством, а точнее сказать, многие вещи в принципе не понимает. Я работал тогда секретарем Ленинградского горкома, это город заметный в Питере, но никак не мог повлиять на происходящее. То есть я ощущал необходимость перемен, но понимал, что то, что делается, это не совсем то, что нужно России. И, собственно, именно поэтому в 1990 году я взял самоотвод на областной партийной конференции и с той поры профессионально занялся тем, чтобы понять, а как же тогда управлять государством, если ни генеральный секретарь, ни секретарь, скажем, ведущего горкома на происходящее не влияет. Для этого так сложилась жизнь, мне удалось посетить многие ведущие страны мира, в том числе Восток, скажем, Япония, Индонезия, Индия, Венесуэла, это если говорить о уже другой части света. Изучил детально Библию, Коран и Буддизм. Если не понимать зачем это, то никогда не разберешься по-крупному в этих вопросах. И, собственно, на сегодня, после таких 15 лет предметного, профессионального изучения этих вопросов, вот кое-что сформировалось для того, чтобы попробовать вам об этом сказать. Но вы понимаете, что 15 лет и полтора часа разные временные интервалы, поэтому я не могу вам о многих вещах говорить убедительно и аргументированно из-за недостатка времени. Но поверьте мне, что по каждой фразе, которую я буду говорить, я могу двухчасовую лекцию, так сказать, организовать, но она будет целевая, специальная. Вот это я почему говорю? Это я говорю, это потому, чтобы вы поняли, с каких позиций будет даваться вам информация сегодняшняя. Я буду выступать с позиции концепции общественной безопасности, которая разработана и в 92-м году издана впервые в России. Издана, кстати, при прямой поддержке тогда первого заместителя председателя КГБ Филиппа Денисовича Бабкова, десятитысячным экземпляром. И с той поры она успешно замалчивается, но ее продвижение очень активно идет на сегодня в России. И в 53 точках у нас есть постоянные штаб-квартиры. Эта концепция и информация произрастает снизу. За это время издано 53 книги по всем аспектам бытия человеческого. Костяком нашей команды являются офицеры военно-морского флота, подводники, военно-космические войска, физики, математики, то есть люди, которые умеют системно мыслить и понимают, что такое управление по полной функции. Не фрагментарно кусочки, как, допустим, это воспринимал Горбачев, а управление по полной функции. Книжки вот примерно такие. Все они есть у вас в библиотеке. Вот Александр Ковачевич, я все книги оставлял, эти порядка 50 книг. И сегодня я оставлю две новых книжки. Достаточно общая теория управления, которая читается сегодня, в том числе в Санкт-Петербургском государственном университете. Достаточно общая теория управления. Это новое издание, так что я просто оставляю для вас. И еще книжку, которая тоже только что вышла. Форд и Сталин о том, как жить по-человечески. Вопреки представлениям о том, что Форд и Сталин, представители двух разных систем, мы показываем, что мировоззренческие, это одни и те же люди, но только один из них выстраивал систему управления на корпоративном уровне, а другой на глобальном государственном уровне, в том числе создавая государство суперконцепт. Ну и, может быть, если у вас есть какой-то актив для вас, могу тоже эту книжку оставить. И точно так же могу оставить свою книжечку, чтобы вы знали. Одна из проблем, которой я коснусь, она будет называться «Концептуальная власть». Вот по этой проблеме у меня есть книжечка, которая уже третье издание выдержала. «Концептуальная власть. Миф или реальность?» Просто о сложных механизмах разорения России. Вот, собственно, я считал своим долгом это обозначить, базу по-крупному, с которой я буду раскрывать эту тематику. Почему? Потому что, чтобы понять друг друга, нужно вначале определиться в мировоззренческих стандартах. Если у нас базовые представления будут разные, то мы друг друга никогда не поймем. Привожу вам элементарный пример. Вот аналогия, которая, так сказать, вам сразу будет понятна. Можно ли из шести спичек сложить четыре равносторонних треугольника? И вот в ответе на этот вопрос может сформироваться две линии, каждая из которых будет права, но они будут противостоять друг другу и говорить «это неправильно». А вторая линия будет говорить «это неправильно». Почему? Потому что мировоззренческие посылы будут разные. Если вы попробуете это сделать, как большинство моих собеседников, на плоскости, то есть положите шесть спичек и будете двигать, представляя, что задачка плоская, то вы никогда не получите эти четыре равносторонних треугольника. Но если вы представите, что эта задачка решается не в плоскости, а в объеме, то вы выстраиваете треугольничек на плоскости, три спички в виде пирамидки замыкаете в вершинке, и у вас получается три треугольничка, это боковые грани пирамиды и одна в основании. Вот вам аналогия, которая абсолютно также будет представлена и в науке управления, в экономике, в социологии. То есть вначале нужно определиться в мировоззренческих стандартах. Информация, которую я буду давать, она начисто меняет те стереотипы, которые вбивались в наши головы, в головы наших предков столетиями, в наши головы годами или десятилетиями, как было со мной. Преодоление стереотипов – процесс чрезвычайно сложный. Вот представьте себе миссию Коперника, когда он пытался доказать, что вовсе не Солнце вращается вокруг Земли. Уверяю вас, задача чрезвычайной сложности, хотя сегодня нам кажется, что понятно, но понятно это не было. И это стало понятно только тогда, когда появилась новая терминология. Любое прозрение человечества в той или иной сфере, оно связано всегда с новым терминологическим аппаратом. То есть появился такой термин «солнечная система», его не было когда-то. Появился такой термин «земной шар», не было такого термина, когда считали, что Земля плоская, а весь спор шел по поводу того, держится ли она на китах или на слонах. Поэтому я и считал необходимым такое предисловие сделать, чтобы вы понимали, сколь сложна моя задача подать вам информацию о принципах управления сегодняшнего дня, но с иных позиций, с иной мерой понимания. С этих позиций деятельность Путина предстает в принципиальном свете. То есть если не понимать нашу информацию, то кажется, что у нас что-то происходит, такая, так сказать, череда каких-то ошибок, и многие именно так и считают. А откуда же такой парадокс, что рейтинг Путина в народе чрезвычайно высок? Да потому что если посмотреть на шаги Путина с наших позиций, то тогда выстраивается четкая, ясная алгоритмика его действий и вполне объяснимая последовательность тех шагов, которые он делает. И я об этом, о феномене Путина отдельно расскажу. Итак, мы говорим о проблемах вывода страны из политики экономического кризиса. А если у нас основания для такой постановки вопроса, да, есть, вы прекрасно знаете, что если говорить о нашей стране, мы сталкиваемся с удивительными парадоксами. С одной стороны, наша страна априори самая богатая в мире, если вы под богатством понимаете, богатство однокоренное со словом Бог, это то, что Бог нам дал. А что нам Бог дал? По газу мы на первом месте на земном шаре, запасы газа 45% от мировых, поставки на мировой рынок до 33%, первое место в мире. По лесу на первом месте в мире 45% запасов свои в России. По нефти мы были на втором после Саудовской Аравии, сейчас на первом. По золоту на втором после Южноафриканской республики. По всей таблице Менделеева она вся у нас. Если говорить о интеллектуальном потенциале нации, уверяю вас, проехав по всем странам, я могу ответственно заявить, что у нас с вами самое умное, если говорить по простому, население, или у нас самый высокий интеллектуальный потенциал. Вы знаете, что, к примеру, проводили физики там свой форум, оказалось, что 80% лучших физиков или из России, или выходцы из России, то есть они приехали из самых разных стран мира, но оказалось, что они все из России, и школу-то нашу прошли с вами. А как же тогда объяснить, что будучи самой богатой страной, будучи интеллектуально от Бога, наделенной особыми качествами, мы влачим нищенское существование? Это говорит о том, что наше миропонимание неадекватно происходящему в мире. То есть кризис, в который мы вошли, это не кризис отдельной сферы управления, это системный кризис, который поразил все без исключения сферы жизнедеятельности нашего общества. И, следовательно, разобраться в этом нужно было бы по-крупному. Почему я говорю о системном кризисе? Да потому что, вы, может быть, уже не помните, но я буквально дословно помню все те лозунги и призывы и целевые установки, которые давал Горбачев, начиная перестройку. Напоминаю, первое, ускорение социально-экономического развития. Что получили? Падение по всем направлениям в два раза. Китай, кстати, за это время удвоил свой ВВП. Мы за это время уменьшили свой ВВП вдвое. Дальше, что говорил Горбачев? Он говорил о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Что мы получили? Поголовное спаивание народа. Следующий тезис. Дружба между народами, которая была не совсем та, ее надо на новой базе строить, укреплять. Что мы получили? Внутрироссийскую войну. Следующий тезис. Социализм с человеческим лицом. Это то, с чего начиналась перестройка. Что мы получили? И мы с вами получили капитализм со звериным оскалом. То есть, все, что планировали наше роповодство, мы получили, но с точностью наоборот. А в то же время, если вы читаете директиву Совета национальной безопасности США 20-1 от 1948 года. Она опубликована в разных местах, в том числе в книге Яковлева «ЦРУ против СССР». Это другой Яковлев, конечно, не архитектор перестройки. Так вот, если вы вчитаетесь в те директивы, то они все до мельчайших деталей исполнились безукоризненно. Тогда как же устроено управление? Вот, чтобы понять этот кризис и чтобы понять алгоритмы выхода из этого кризиса, нужно четко понять вообще принципы социального управления, которые на сегодня, ну, в общем-то, сокрыты практически. Я утверждаю, что высшим уровнем социального управления является та самая концептуальная власть. То есть, управление государственными осуществляется с надгосударственного уровня. И законодательная, исполнительная, судебная власти является, по сути, приводными ремнями от концептуальной власти к государственности и к народу. И если то или иное государство не осмыслило наличие надгосударственных систем управления в виде концептуальной власти, то значит, оно не управляет ситуацией. Я утверждаю, что на сегодня Путин понимает вот эти принципы надгосударственного управления, понимает, что такое концептуальная власть. И все шаги, которые он предпринимает, они укладываются в русло этого понимания. Чтобы оценить происходящее, нужно иметь какие-то мировоззренческие стандарты. Разные люди, конечно, происходящее сегодня будут оценивать по-разному. Если бы, к примеру, перед вами сегодня выступил Олег Перов, он бы вам со своих позиций охарактеризовал происходящее, и оно принципиальным образом отличалось бы от того, что скажу я вам. Если бы перед вами выступил учитель, который там уже полгода не получает зарплату в 3000 рублей, он бы по-другому смотрел на ситуацию. Вот это вы должны понимать, что всегда в любой подаче есть элемент субъективизма. Почему Олег Первый бы выступил по-особому? Вы знаете, официальный доход Олег Первого 3 миллиона долларов в месяц, это недавно отдавала газета «Коммерсант». За счет чего это происходит? Это происходит за счет того, что в нефтяном бизнесе общенародная собственность, недра, на определенном этапе присваиваются частнокорпоративным образом. То есть нефть-то она народная, но получается так, что кто ее добыл, тот ее и танцует, что называется. Но это же, понимаете, как должно быть в нормальной государственности. Ты нефть добыл, ну заработай, естественно, получи. Кто-то в это время твоих детей обучал, кто-то лечил тебя и твоих детей. Можно говорить о сложности этой работы, что у них разная степень сложности, но, наверное, можно говорить о разнице в зарплатах процентов, десятках процентов, сотнях процентов. Но зарплата Олег Первого сегодня вместе с дивидендами, которые он получает, 3 миллиона долларов в месяц, а зарплата у учителя 3 тысячи рублей в месяц. То есть что-то здесь не так. А что не так? А вот это не так, оно и формирует мировоззренческую позицию той или иной системы. Я вам приведу еще такие две цифры, чтобы вы понимали, что если, допустим, перед вами будет выступать представитель Центрального банка или представитель банковских систем, то у него будет свой взгляд на происходящее. Доходы банковского сектора за этот год, за 11 месяцев составили 696,9 миллиарда рублей. А доходы всего сельскохозяйственного сектора отрицательные. Сельское хозяйство в этот урожайный год получило убыто 60 миллиардов рублей. Это с чем соотнести? Что там, так сказать, в одном месте все разгильдяи и бездельники, а в другом, значит, очень умные, талантливые, работоспособные люди? Нет. Я 5 лет работал председателем правления банка, и поэтому могу вам сказать, что дело не в этом. Дело в том, что в стране сформированы системные ошибки, когда одна из отраслей, вне зависимости от того, как она работает, пухнет как на дрожжах, скажем, банковский сектор за счет судного процента, а другая, принимая деньги в кредит, под процент гораздо более высокий, чем рентабельность оборота капитала в сельском хозяйстве, она с неизбежностью разоряется, это не надо быть специалистом, это нужно иметь образование, там, 5 классов, и на бумажке просто написать, все будет понятно. Рентабельность оборота капитала в сельском хозяйстве на сегодня 3-4% по этому году, а цикл оборота капитала около года, а заимствование средств происходит, как вы знаете, на сегодня учетная ставка Центробанка 18% только что, а до этого она доходила до 200%. Поэтому здесь вот алгоритмика очень простая. Значит, что же такое концептуальная власть? Я, наверное, все-таки вот там можно сделать пару рисуночков, есть там дело? А мел вот сзади, пожалуйста. А, вот здесь вот, да? Может быть, что-то такое, понимаете, когда мы воспринимаем с вами информацию, то у нас, помимо слов, должны формироваться какие-то картинки и образы. Если образов не возникает, то не будет, как бы, понятий. Я отдельную лекцию читал здесь у вас и есть кассета у Александра Николаевича по поводу миропонимания. Я там говорил, что понятие – это единство слова и образа. Поэтому вот мои слова, если они у вас не переводятся в какие-то картинки, в какие-то образы, то они так вот сюда влетели, сюда вылетели, и они ничего не оставят. Поэтому очень важно соображать, а соображать – это значит совмещать, пытаться те образы, которые стоят за моими словами, с теми образами, которые у вас есть в бессознательных уровнях психики. Потому что вот понимание и понятие – это единство слова и образа. Вот это только дает понятие, и тогда мы с вами будем понимать друг друга. Если у вас есть только слово, ну скажем, я вам сказал слово «лук», и мы можем сколько угодно потом припираться по поводу, что это такое, но потом выяснится, что я-то имел в виду лук для стрельбы, а вы имели в виду лук репчатый, а наш собеседник имел в виду лук зеленый, поэтому у нас образы были разные. Есть другая ситуация, когда образы есть, а слова нет, вот к таким явлениям и относится концептуальная власть. То есть на уровне таких ощущений внутренних понятно, что да, управляют как-то вот не так, вроде как бы и не правительство, и не президенты, а что-то, чего-то как-то по-другому все происходит. А слова нет, а кто же управляет? А мы вводим новый термин – концептуальная власть. И пока этот термин не наполнится лексикой и образами, ничего не получится. Так вот, если говорить о концептуальной власти, просто картиночку элементарную, я бы вам так изобразил, систему управления. Вот концептуальная власть, а вот на нее-то как раз через систему партий, левых, правых, центры – это один механизм. То есть кому-то кажется, что это как бы, ну ты там за Жириновского, или ты за Гайдара, или за Явлинского, тот, кто осуществляет концептуальное управление, формирует всегда систему партий – левых, правых, центры – для того, чтобы управлять обществом. Потому что, ну кто-то ориентирован на Жириновского, кто-то на Явлинского, кто-то на Гайдара. Вычисляются все, как бы, так сказать, общественные настроения, и, соответственно, подбираются пастухи по всему спектру настроений. Поэтому эта азбука, и вы, надеюсь, это тоже ощущаете, что вот все партии, левый, правый, центр – это один механизм. И он управляется из одного кошелька, ну через разных кассиров. И эта борьба, там, так сказать, между ними, это для толпы, как говорится, развести. Ну не нравится тот, иди к этому, да, так сказать. Хотя мы на сегодня говорим, что, а мы можем выстроить цепочку, замкнутую не на внешнюю концептуальную власть, а на нашу собственную, российскую, поскольку здесь нужно меропонимание. Вот. А дальше вот отсюда уже, через партии, идет влияние на стандартную систему управления, которые вы знаете из учебников – законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть, да. Вот, собственно, но эти три власти, как бы коридор весь задается отсюда. Или страна идет туда, или страна идет сюда. А вот как двигаться по этому коридору, чтобы из него не выскакивали, чтобы бежали там, выстроили медленно и так далее. А те, кто выскочил, значит, по рукам, или с помощью судебной власти. Вот миссия этих трех ветвей власти, о которой нам говорят, что вот отсюда и происходит управление. Я утверждаю, что управление отсюда не происходит. И никакого отношения к благополучию народа эта система власти не имеет. Все происходит вот здесь. А что же такое концептуальная власть? Это высший иерархический уровень социального управления. Если говорить об определениях каких-то, то это высший иерархически объемлющий уровень социального управления, базирующийся на определенном миропонимании. Значит, концептуальная власть имеет шесть управленческих приоритетов. Вот не рассказав вам об этом, казалось бы, вот у нас тема обозначена, но очень важно, еще раз говорю, донести до вас основы мировоззрения, с которых я дальше оценю все, что делается в России. Если это не понимать, то тогда будет непонятно, о чем вообще я говорю. Так вот, концептуальная власть имеет шесть управленческих приоритетов. И именно они и управляют странами и народами. Первый – это мировоззрение. Вот это, конечно, очень важно, и вы можете это пометить, потому что это азбука, которую сейчас знают школьники, там, так сказать, учителя, многие и так далее. Чтобы вы понимали, эта информация, она сейчас очень широко идет. Я вам сказал о том, что она, как бы, в 53 регионах России штаб-квартира этой информации. Но, помечу, она изложена также на сайте dotu.ru. Достаточно общая теория управления. Следующий сайт – kpe.ru. Концептуальная партия единения.ru. Популярностью огромный этот сайт пользуется не в России и не только в России, но во всех европейских странах, в Соединенных Штатах. Все сейчас детально изучают все, что здесь изложено. Это глобальная система представлений, если угодно, свято-русского жречества на все происходящее на сегодня в мире, в России и так далее. Значит, это базовая информация. В ближайшее время, поскольку я занимаюсь популяризацией этих базовых знаний, то я просто устал от звонков и запросов из разных регионов России. Вот только что звонил Львов, Омск, Тамбов, Владивосток, Кисловодск. С просьбой дать ту или иную информацию я излагаю ее обычно в форматах коротких статей, выступлений, таких очень популярных книжечек. Поэтому я эту информацию на сегодня все выложу на своем сайте с правом ее печатать, публиковать под любой фамилией, потому что у нас авторское право рассматривается иначе. У нас, так сказать, на первом месте стоит проблема эффективности и скорости циркулирования информации в обществе, но не авторское право. Моя информация будет изложена на сайте ефимовспб.ру. Это будет популярное изложение, там в частности, ну это я думаю в течение недели-двух, то есть сайт уже открыт, но он еще пока пустой. Значит, в том числе там будут представлены мои радиопрограммы, которые идут уже в течение года. В течение года они идут на радиостанции «Невская волна», значит, частота 6905 МГц. Если кто-то интересуется, следующая программа будет сегодня, кстати, в 18.30 на радиостанции «Невская волна» 6905 МГц. Она будет называться «Сталин как русский человек грузинской национальности». Предыдущая программа, она, они идут через вторник, называлась «Кто есть мистер Путин?». Она будет вот изложена на этом сайте, и там вы можете ознакомиться. Еще раз говорю, я сегодня только могу обозначить вам эти темы, по каждой из них можно будет найти серьезную информацию. Вот, так, значит, первый приоритет мировоззренческий, второй – исторический, хронологический. Третий приоритет – идеологический. Третий приоритет – идеологический. Четвертый приоритет – экономический или мировые деньги. Мировые деньги. Так, лучше написать, потому что экономика отдельная тема. Значит, пятый приоритет по значимости. Вот второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Пятый приоритет – генное оружие. Генное оружие. И шестой приоритет – военное оружие. То есть, в наших представлениях, управление человечеством всегда осуществляется, по крайней мере, последние три тысячи лет, с помощью вот этих шести управленческих приоритетов. Эта система управления сложилась сразу после того, как в 1325 году до нашей эры ушел в мир иной Эхнатон, фараон древнеегипетской иерархии Атона. И к управлению миром пришла иерархия Амона. И они Тутанхатона переименовали в Тутанхамона. И ввели определенную систему управления на базе вот этих шести управленческих приоритетов. С тех пор мало чего меняется в мире. Значит, управление идет всегда по любым проблемам в одной и той же алгоритмике. Есть некая истина, которую знают только посвященные. И есть некая ложь. Для того, чтобы народ или толпа не вышла на эту, как бы, дилемму, это или это, вот эта ложь разбивается всегда на две лжи. Ложь номер один и ложь номер два. И, соответственно, вот сюда помещается народ. Я вынужден хоть немного повториться. Я на предыдущих лекциях в вашем управлении давал эту информацию. Она на кассетах есть. У вас есть две кассеты с моими выступлениями. Но вынужден повториться для целостности изложения. Так вот, народ вот здесь. А, значит, посвященная элита, 3000 лет назад узурпировавшая систему управления, она находится вот здесь. Все, что я говорю, не имеет ровным счетом никакого отношения к теории мировых заговоров, там, так сказать, каких-то там мировых правительств. Вот это все придумано тоже, чтобы те люди, которые начинают понимать нечто, чтобы их вплести в другую обманку, в другую ложь. Но не для того, чтобы дать истину. Мы говорим, управление осуществляется не с помощью мировых правительств, заговоров, а на уровне бесструктурного управления. То есть, помимо структурного управления, есть еще и бесструктурное управление. Так вот, надгосударственное управление по системе концептуальной власти работает как бесструктурное, имеет вот эти шесть управленческих приоритетов. А теперь давайте посмотрим, как эти приоритеты работали во время перестройки. И тогда нам с вами будет понятно, а что нужно сделать в России, и что делает Путин, чтобы ситуацию изменить. Оказывается, любыми странами и народами управляют первое оружие, вам понятно. Самое простое, военное. Но я утверждаю, что если та или иная страна начинает прибегать к военному оружию, значит она не понимает ничего в управлении. Грубо говоря, у нее с мозгами что-то не то. Как только начинается стрельба, так заканчивается понимание и управление. Когда я с одним из ваших ответственных работников беседовал, он говорит, вы знаете, любопытно, но я для своих тоже привожу такие же примеры, когда начинается стрельба, заканчивается контрразведка. То есть ситуация очень близкая. К примеру, Швейцария, она никогда не воевала. Но почему-то Гитлер, вдумайтесь, ломился на Волгу, а в 10 минутах езды на танке стояли швейцарские банки, пухнущие от золота, как бы как на дрожжах. А туда Гитлера не тянуло. Значит, у них есть какие-то иные механизмы защиты. А какие же? А вот те самые, которые вот здесь. Я вам сейчас и обозначу. Вот как и осуществляется управление. Поэтому почему же сейчас многие из так называемых псевдопатриотов, там вот Ивашова, послушайте, к чему они призывают. Мобилизация, укрепление армии и так далее, и так далее. А я говорю, что это профанация вообще управления. И на этом пути мы никогда не добьемся результата, потому что мы имели самую сильную армию, самую сильную партию, самые сильные спецслужбы. А как же тогда развалили нашу страну без единого выстрела? Значит, не здесь решаются вопросы. Эти вопросы решаются не здесь, хотя бы уже и потому, что мы на этом приоритете победили в Великой Отечественной войне. А через каких-то 20 лет мы пошли на поклон, скажем, к той же Германии и начали на четвертом приоритете конючить, просить кредиты и так далее. Значит, военное оружие, как вы догадываетесь, это вовсе не то, что определяет благополучие и неблагополучие той или иной страны. Вот вам и позиция Путина. Вы сейчас пытаетесь сопоставить одно с другим. Почему? Значит, псентопатриоты говорят, да главное там сейчас армию, там провести мобилизацию. А Путин как-то так молчит по этим вопросам. Да потому что он понимает, когда начинаешь стрелять, все закончилось, так сказать, история государства и народа тоже. А есть ли оружие, которое работает более радикально, чем военное? Оказывается, есть. Это генное оружие. Страну можно поработить с помощью зеленой каски. Но в чем проблема военного оружия? Каски видны. Видно, кто стрелял. На место того, кого застрелили с нашей стороны, может встать другой, еще более как бы сильный. Так, значит, нужно искать другие методы. На уровне военной каски Россию уже несколько раз пробовали так бы покорить. Ничего не получается. Поэтому я утверждаю, что на пятом экономическом приоритете генного оружия результаты достигаются гораздо более устойчиво. А что такое генное оружие? Это алкоголь, табак, наркотики. Для того, чтобы народ не распознавал это как генное оружие, это вброшено в наше сознание, как бы как наши обычаи, традиции и привычки. Ну как, русский мужик без стакана? Вы вдумайтесь, каждый день нам это вбивают в наши головы. Это и есть матричное управление, когда в обществе висит некая информационная матрица. И ребенок, прокатываемый через эту матрицу, к окончанию школы уже не мыслит себя без стакана вина. Он что, от рождения этого хотел? Нет. Это ему умышленно, целенаправленно навязано. С помощью фильмов, реклам, телевидения, газет, радио. Я ответственно заявляю, вы не найдете, и в были советские времена, ни одного фильма, который бы не показывал сцен винопития. А что такое алкоголь? Вам никто никогда не расскажет, что такое алкоголь из врачей. И вот, чижик-пыжик, где ты был? Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове. Зашумело в голове. А что зашумело-то? Я вам поясняю, что зашумело. Этой темой я занимался с нашим первым медицинским институтом с помощью электронных микроскопов. Электронный микроскоп позволяет снять процессы, которые происходят в головном мозге. Поскольку зрачок, мы имеем там, так сказать, фрагмент мозга. И там все видно, вот эти процессы, которые происходят. Вначале пациент, что называется, трезвый под микроскопом, а потом после того, как он принял 100 граммов, там все становится понятным. Оказывается, что такое алкоголь? Вот наши кровеносные сосуды в головном мозге имеют очень узкие капилляры, соизмеримые с размером эритроцита. Эритроцит в нормальном состоянии имеет липидный слой, жировую смазочку. Когда алкоголь попадает в кровь, жировая смазочка нарушается, эритроциты начинают слипаться. Кровь течет не поштучно эритроцитиками, а вот у посвященных, кто придумал эти схемы уничтожения генетики того или иного народа, это называется эффект виноградной грозди. То есть эритроциты текут в виде виноградной грозди. И вот здесь, в муском сосудике, просто образуется тромбочка, застревает вот этот шарик. И кровь дальше не поступает. А вот здесь в конце нейрончик. Этот нейрончик прекращается кровоснабжение, прекращает поступать кислород, и нейрон физиологически погибает. Вот это гибель нейрона, когда клетки атрофируются и погибают, и воспринимаются человеком в качестве безобидного состояния опьянения. В нашей системе, почему я вот белой завистью завидую тем, вот вам, молодым, кто сейчас входит в жизнь и способен понять и освоить эту информацию, у вас все изменится в вашей родовой генетике, в вашей жизни, если вы поймете вот эти примитивные элементарные вещи. Мне, к сожалению, эта информация была дана там в возрасте 40 лет, но после этого жизнь моя, моего рода изменилась начисто. Я сейчас могу поверить во что угодно, но никогда не поверю, что в моей родовой генетике, близлежащей там сестры, братья, зятья и так далее, найдется человек, который в течение всей жизни сделает хотя бы один глоток пива или хотя бы один глоток шампанского. Заметили, что Путин впервые в истории России произносит тосты новогодние без фужера шампанского. Никогда не поймете принципы глобального управления, пока не обратите внимание на мелочи. Мелочи, запомните, не имеют решающего значения. Они решают все. И для тех, кто понимает мелочи, все становится понятно. Вот вдумайтесь, почему Путин произносит новогодние тосты, вдруг нарушая все традиции, все общепринятые нормы, без фужера шампанского. Значит, система знаний, с которой я работаю в последние 15 лет, там люди, которые в их родовой генетике на протяжении последних тысяч лет никто не имел права потребить хотя бы один глоток алкоголя или хотя бы один глоток табака. Принципиально иные возможности мозга при этом возникают. Для того, чтобы подорвать нашу генетику, которая априори самая мощная в мире, придумано вот это генное оружие. В моей книжке есть раздел специальный, пятый, где расписано это детально и подробно, алкоголь и табак как генное оружие. Табак работает точно так же. При попадании, вот если вы не курите, проверьте, курнули, да? Ровно столько времени понадобится, сколько кровь пойдет от легких до головного мозга, и как только эта отравленная ядосодержащая кровь попадет в головной мозг, так ровно в этот момент у вас начнется головокружение. Спазмируют сосуды и не пропускают эту ядосодержащую кровь, как бы так сказать, в тонкие структуры головного мозга. Расписано у меня и откуда жрецы древнего Египта взяли вот эти механизмы возможного управления человечеством с помощью генного оружия. Вот если вы запустили в ту или иную родовую генетику генное оружие, то этот рот обречен. Через 50 лет, через 100, через 200, это уже второй вопрос. Но если та или иная родовая генетика не распознала алкоголь как генное оружие, считайте, что вы тот, кто управляет нами, он эту задачку решил. Вот отсюда вам вспомните, как нас покоряли, я вам потом немножко обобщу, но вспомните, что было на этом приоритете. Это классическая глобальная схема спаивания. Запрет, потом спирт-рояль, и процесс пошел, как говорил архитектор-перестройки. Для того, чтобы спаить народ, первое, что делается всегда, это введение запрета. С запрета начинается спаивание. Следующий приоритет, на котором осуществляется управление глобальное, вот эти два приоритета, можете скобочки пометить, это материальное оружие, то есть это конкретное вещество, конкретное устройство, да? Как они работают? Вот смотрите, если военное оружие, вы берете шкалу, то здесь у вас что будет? Вот здесь у вас будет пистолет Макарова, здесь винтовка, здесь пулемет, автомат, пушка, ракета, да? Если вы берете генное оружие, то здесь у вас будет что? Что? Табачок, пиво, вино, водка, марихуана, героин. Кто-то говорит, да вы что, героин и пиво, при чем здесь это? Я утверждаю, что это абсолютно одно и то же. Функциональное предназначение абсолютно одно и то же для подрубания генетики народа. Убойная сила разная, да? У пистолета Макарова и у пушки совершенно разные убойные силы. Точно так же у пива и у, скажем, марихуаны убойная сила разная. Но движение по этой прямой начинается всегда с пива. Самый опасный напиток это пиво. И пока мы не осмыслим это, у нас ничего не изменится. Мы можем сколько угодно знать физику, химию, способы и системы работы спецслужб. Но если у нас с 12 лет девочки и мальчики будут пить пиво, значит наш народ обречен, потому что мы утратим функцию воспроизводства того, чего у нас есть. Четвертый приоритет. Так что вот здесь я вам пока только обозначил позицию Путина по этому вопросу. Вы знаете, что он в отличие от Ельцина не пьет. Вы знаете о том, что он тост произносит без фужера шампанского. Мировые деньги. Это четвертый приоритет. Вот эти четыре приоритета. Это информационное оружие. Вот здесь, значит, материальное оружие. Вот здесь вот информационное оружие. Мировые деньги. Это что такое? Это информация. Это информация о средствах. Получается, что такое деньги? Это цифры. Эти цифры могут быть изложены или на бумаге, или в компьютерной форме. И ничего больше. На сегодня ничего. Значит, деньги в истории человечества вообще-то всегда были товаром. Опять же, может быть, два слова, чтобы понимали, с каких позиций я говорю. Я вообще по образованию физик. Я закончил физфак Ленинградского университета. И именно кандидат технических наук. Потом закончил финэк наш. Высшую партийную школу в свое время. Поэтому я не имею узкоспециализированного взгляда на то или иное явление. Я на все вопросы смотрю, если угодно, комплексно. Так вот, деньги всегда были товаром. Это товар, который наиболее часто используется в товарообменных операциях. То есть это были, скажем, там зерно, скот, где-то там шкурки животных. Потом металлы, золото, серебро. А что такое бумага? Бумага до 1971 года была просто банкнота. Что это? Нота банка о том, что у вас лежит какой-то товар. Соответственно, вы эту бумажку передаете другому человеку, и теперь этот товар уже становится не вашим, а того человеку, которому вы передали эту бумажку. Вот как бы природа денег. Но, к сожалению, здесь такие отступления, которые и сделать нельзя. Не сделать нельзя, но по времени здесь хочется вам и полнее дать. Но есть такая проблема. Тем не менее, по деньгам я сделаю маленькое отступление. Это очень важно, чтобы вы понимали, что такое деньги. Потому что управляют миром через деньги. Ротшильд, запомните его фразу, можете даже записать. Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы. Это абсолютно точная проблема. Любые парламенты, законы, депутаты, которые вообще никакого отношения к управлению не имеют, если вы не управляете деньгами страны. Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы. Так вот, для чего была организована Вторая мировая война? Вторая мировая война это продвижение доллара. Хронология историческая такая. 1913 год. Федеральная резервная система США, которая имитирует доллар, а это частная корпорация, утверждается как частная корпорация. 1913 год. Какая валюта тогда доминирует? Доминирует английский фунт стерлингов. Это единственная общепризнанная мировая валюта. Начинается Первая мировая война. На территории воюющих стран валюты проваливаются, доллар приподнимается и он начинает на разных конкурировать с другими валютами, устанавливается некий такой паритет и баланс валют. Вторая мировая война. 1941 год в России. И на территории всех воюющих держав валюты воюющих держав опускаются. Единственная не воюющая страна Соединенные Штаты. Вторая мировая война для тех, кто ее заказал и организовал, закончилась в 1944 году, когда было принято Бреттон-Вудское соглашение. В соответствии с этим соглашением 35 долларов приравнивались к 31 и 1 грамму золота. И все. Единственная валюта на земном шаре, которая приравнивалась к золоту. И если вы в Соединенные Штаты привозили доллары, вам обязаны были в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением поменять эту бумагу на золото. Но если вы привозили во Францию французские франки, а вам для английские фунты, то вам никто ничего не обязан был. Вам обязаны были обеспечить их только долларом. Вот так называемое обеспечение на основе Бреттон-Вудского соглашения, когда все-таки привязка денег была, но такая уже опосредованная. То есть как бы в начале доллар, а за долларом золото. Но в 1971 году Деголь, распустивший это, что кто-то, чтобы получить доллар, должен отдать газ, лес, нефть, золото, а Соединенные Штаты просто нажать кнопку печатного станка, озаботился. А как же так? И он что сделал? В Форт-Нокс США самолет бумаги, а оттуда самолет золота. Туда самолет бумаги, а оттуда самолет золота. Деголя быстренько убрали, играет не по правилам, но золотой запас Соединенных Штатов обнулился. И тогда в 1971 году, 15 августа, можете это пометить, вот очень серьезная роковая дата для понимания глобальной истории человечества. 15 августа 1971 года Никсон в одностороннем порядке подписал указ, который, значит, все международные соглашения вот так перечеркнул, и подписал указ, в соответствии с которым была прекращена практика обмена доллара на золото. Вот так вот, на стороннем порядке. Это был дефолт Соединенных Штатов, это был полный и стопроцентный. И вот с той поры деньги это бумага, которая ничем не обеспечена до юра даже. То есть юридически нет, но как бы вот, что такое, значит, килограмм, это понятно, да, вот что такое рубль, это непонятно. И известно соотношение между ними, ну что такое доллар, но сегодня вам не скажет ни один экономист, как, впрочем, ни один не скажет, почему это вдруг доллар равен 31 рублю. Это как бы договоренности мафиозные, но не экономика. Курс рубля, как вы, наверное, понимаете, примерно в 4 раза недооценен. То есть если вы с долларом попробуете у нас что-то купить, а потом попробуете купить что-то в Соединенных Штатах, то в Соединенных Штатах вы купите в 4-5 раз меньше вот эту потребительскую корзину, чем в России. Значит, у меня есть большой доклад в Кремле на особой деловой встрече международной. Я делал часовой доклад в Кремле. Он назывался «Истоки кризиса мировой кредитно-финансовой системы и методологии его преодоления». Поэтому это часовой доклад. Он есть, кстати, вот на этом сайте, он размещен. Ну и я выложу потом на свой сайт. Поэтому пока вот я обозначил некие такие опорные точки, не более того. Но вы должны четко понимать, как сегодня нами управляют. И должны понимать, почему Путин эти схемы, понимая, не оглашает сегодня. Если мы эти схемы огласим раньше времени, то просто начнется война. Нас на этом приоритете задушат. Поэтому понимая что-то и делая что-то, это немножко разные как бы вещи. Вы понимаете, если мы обнажим это, то станет понятно, что мы-то богатая страна, а в Европе-то ничего нет своего. Посмотрите, как на сегодня управляют нами. Элементарно. Вот граница. Когда в нашу сторону перемещается 10 килограммов долларовой бумаги, я не поленился, посчитал в весовых пропорциях, 10 килограммов долларовой бумаги, то они же не просто так, нам же их никто не дарит, правильно? Навстречу этой долларовой бумаге, вот сюда, идет 100 килограммов золота. Пропорции такие, 10 килограммов, 100 долларов в купюрах, это 100 килограммов золота. А равно составы газа, лев, нефти, леса и так далее. Вот, собственно, что такое на сегодня управляемое. Элементарно. Значит, за время перестройки, а она, собственно, сутью к этому и сводится, в Россию сгружена одна треть долларовой массы. Тоже можете эти цифры запомнить. Сегодня долларовая масса распределена так. Одна треть в Соединенных Штатах, одна треть на территории России и одна треть на территории остального земного шара. Это что, случайно? Я утверждаю, что это не случайно. Это и есть схема реального глобального управления. Но как только мы обнажим эту схему и скажем, не, ребята, мы вам согласны, конечно, мы гняем, что я без нас, вы просто завтра же остановитесь и невозможно будет существовать. Но покупайте у нас дальше, мы не будем останавливать Европу. Но покупайте все это у нас за рубли. А у нас нет рублей. В чем проблема? Мы напечатаем. Вот вам и понимание, что такое экономика. Как только мы напечатаем собственные рубли, так рубль станет самой обеспеченной валютой на земном шаре. Почему сегодня востребован доллар? Да потому что за доллар в России можно купить лес, нефть, газ. Помните, как туземцев напаривали? Им там стеклянные бусы давали, там еще что-то. А нам что дают? А нам фантики раскрашены. Вот нарисовали как бы с 71-го года, это вообще просто фантики. И у нас там, так сказать, обрадованный ЦБ в подвалы складывает там эти фантики. Сколько накопили на сегодня? 50 миллиардов долларов – это так называемый золотовалютный запас, но там долларовая бумага лежит. А за долларовую бумагу-то из России что-то ушло? Да, это товарное аккредитование всех остальных стран. И мы в Европу, ни одной страны в мире нет, которая бы за свое богатство отдавала бы за чужие деньги. Япония в 49-м году издала, значит, у них вышел закон, который запрещает ржавый гвоздь вывезти из Японии за любые другие деньги, кроме японской иены. Чем иена обеспечена? Да тем товаром, который в Японии изготавливается. Чем должен быть обеспечен наш рубль? Да тем товаром, который мы продаем на зарубежья. Пометьте для себя очень важную цифру, которую вы можете использовать в разговорах с кем бы то ни было. Наш экспорт всегда в два раза превышает объемы импорта. Ну, грубо, там, так сказать, буквально я ошибусь на проценты. Экспорт России всегда в два раза больше, чем импорт. То есть у нас, понимаете, нет проблем в внешней торговой деятельности. Если это есть проблема тех, кто с нами работает, им очень много надо. Если мы говорим, ребята, только за наши деньги, все, рубль становится обеспеченной валютой. Так что управление на этом экономическом приоритете, это прежде всего эмиссия средств платежа. Тот, кто делает эмиссию, он получает доход, который в экономической практике, слово тоже пометьте, вам ни один экономист это не расскажет, а вы их научите. Пусть они потом отходят энциклопедию экономическую и найдут такое словечко через «е». Сеньорадж. Сеньорадж. Сеньорадж определяется в энциклопедии как доход, который получается как разница между себестоимостью изготовления денег и их номиналом. То есть себестоимость изготовления 100-долларовой купюры 10 центов, а номинал ее 100 долларов. Можно в России эти бумажки поменять на что хотите. Если нет миропонимания, то вот такой. Так вот, те, кто получают сеньорадж и ведут самый крутой бизнес на земном шаре, все эти наркотики, оружие и прочее, это вообще рядом не лежало с этим бизнесом. С бизнесом, который ведется через эмиссию средств платежа. Кто-то за эту бумажку бьется, а кто-то ее напечатал и он уже стал богатым. Ничего мы с вами не поймем в управлении, если не обратим внимание на то, что как только Владимир Владимирович Путин пришел к управлению, первое, о чем он заявил, и этим были заполнены все газеты, у меня копии все есть, поверьте мне на слово, чем они были заполнены. Путин поставил вопрос о национализации ЦБ. Так во всех газетах и было написано. Национализация ЦБ и прочее, да, ЦБ это не государственная структура. Ну, как бы она государственная, законом определена, но де юре даже, она не входит в систему государственного управления. Дело в том, что правительство наше, вот эти печатные знаки, заимствует на одинаковых условиях. В МВФ, в Международном банке или у бывшего Герасченко, да, у нынешнего Игнатия, в Центральном банке. Точно так же, без разницы, куда обратиться, под процент получают деньги. А что такое процент? Процент это и есть система глобального управления человечеством. Я утверждаю, что управление осуществляется вовсе не в тех сферах, о которых нам все время говорят со страниц газет, там, в теле и радиопрограммах, нет. Управление любой стран на четвертом приоритете глобальной концептуальной власти осуществляется с помощью судного процента. Посмотрите на судный процент, который внедрен в эту государственность, и вам станет все понятно. За время перестройки судный процент России прошел путь от 20 до 210 процентов годовых. Посмотрите статистику. Он все время вот так прыгал, начинал падать, потом опять возрастал, начинал падать, потом опять возрастал. И только с момента прихода Путина идет неуклонное снижение судного процента. Путин пришел, это было 60-55, сегодня сколько? Сегодня 18. В предыдущий понедельник учетная ставка ЦБ впервые за всю историю перестроечной России ушла из 20 процентов. И стала равна 18 процентам. Не могу вам подробно говорить об этом, но поверьте мне, это настолько примитивно и просто, школьники это прекрасно понимают. И мы создадим таки ситуацию, когда все, включая школьников, это будут понимать, и эта алгоритмика дальше не будет работать. И правительству нашему невозможно будет и дальше дурить народ, показывать, что, как бы, так сказать, вроде мы чем-то управляем. Смотрите, что такое судный процент. Значит, долги нашего государства, вы знаете, за время перестройки довели до 160 миллиардов долларов. По этому году грозятся довести их до 120 миллиардов. А что такое вообще вот эти внешние долги и что такое судный процент? Представьте себе, что мы с вами в вопросах управления в семье какой-то, или, так сказать, были бы столь же наивны, как наше правительство. Потому что, вообще-то говоря, экономика, это слово, которое до нашей эры было введено ксенофонтом, эйко, дом, но, мос, правило. То есть правило ведения домашнего хозяйства. Представьте себе такую ситуацию. Вы заняли на покупку квартиры, скажем, 100 тысяч рублей под 25% годовых, что считается нормой в постперестроечной России. Что это означает? Это значит, что 25% в год вы должны отдавать в виде процентов. 4 года прошло, сколько вы процентов отдадите? 100 тысяч, правильно? А сколько должны будете? Ну, те же самые 100 тысяч. Вы же отдаете столько процентов. Примерно там, ну, рассчитали по 2000 в месяц. Если вы будете платить, ну, где-то вот так это будут проценты. Ну, реально, реально, да? И вот так платьте проценты. Еще 4 года прошло. Сколько вы выплатите процентов? 100 тысяч. А должны будете сколько? Те же 100 тысячи. И так всю жизнь вы, ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки, вот, собственно, это и есть алгоритм управления страной на уровне экономического приоритета. Одна страна напечатала бумагу и цифры в компьютере обозначила, вторая страна не напечатала бумагу, а берет эту бумагу извне. Ну, извините меня, а что, меняется инфляция от того, что у нас зеленая бумага у меня в кармане или красная? Это как бы покупательная способность моя от этого не меняется, понимаете? Поэтому вот эти примитивнейшие вещи, они, тем не менее, в головах народа, так сказать, как-то запутаны, и что народ считает, что нет, свои деньги печатать нельзя, надо ввозить чужие. Для чего? Для того, чтобы кормить тех, кто вам дает в рост, что называется, да? Значит, это статистика такая, в книге говорят, нет пророков в своем Отечестве, я вам приведу статистику из книги Маргарет Кеннеди, изданной в Швеции, мы ее перевели на русский язык, деньги без процентов, инфляции называется. Ежедневно развитые страны в виде долгов там, пособий и прочего дают развивающимся 100 миллионов долларов, а назад получают 200 миллионов долларов. Вот, собственно, и весь секрет их процветания. По ростовщичеству, почему я вам говорю, что не поймете никогда по-крупному то, что происходит в мире, пока не поймете, кто и зачем написал Библию, Коран, что такое буддизм, что такое индуизм. Так вот, цитирую вам Библию. Библия – это концепция управления. Вот эта концептуальная власть, которая на сегодня зависла над нашей государственностью, это библейская концептуальная власть. А Библия – это концепция, изложенная в лексических формах. А что написано в Библии? Читаю вам дословно книгу второзакония. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. Вот и все. Все примитивно и просто. Один, значит, дает деньги под процент, другой берет. А почему Коран на сегодня так пошляется и опорочивается? Да потому что, если вы возьмете Коран, возьмете Суру-2, самую длинную, называется «Корова», и возьмете Аят, 275-й. Можете пометить, значит, Коран сейчас можно купить. Это книга, которую, ну, если которую не понимать, то тогда это не понимать, как устроен земной шаг. Значит, цитирую вам дословно. Значит, пока Раму вот давать деньги под процент, это лихва. Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили, торговля тоже, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Аллаха, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи. Вот вам, что такое управление на этом уровне. Что делает Путин на этом приоритете? К чему сводится курс президентский? Первое, еще раз я вам сказал, национализировать ЦБ и сделать вот этот сеньорадж, доход отпечатания денег, достоянием всего народа, а не корпоративной структурой, которой является ЦБ. ЦБ де юре, это частно-корпоративная собственность. Потому что именно Совет директоров ЦБ решает все вопросы по прибыли. В течение месяца у меня выйдет книжка, которая будет называться «Экономическая азбука для школьников, студентов, домохозяев, для министров экономики и финансов». Вот там все эти вопросы будут раскрыты таким очень простым, примитивным языком. Так вот, сеньорадж, доход от эмиссии, должен быть общенародной собственностью, но не частно-корпоративной, как это у нас. Судный процент в нормальной государственности должен быть строго равен нулю. Только тогда можно говорить о том, что государство вообще понимает, что делает. Чему равен сегодня судный процент в Японии? Нулю, строго, всегда. Доходил до 0,15 годовых. Чему судный процент равен в Соединенных Штатах сегодня? 1,2%. В Европе 3%. У нас 18%. Но вы сами посчитайте, как крестьянин получил, что до 18% в деньги, может, тем не менее, куда относится судный процент? На себестоимость продукции. С неизбежностью удорожает ее и раскручивает инфляцию. Чем вам будет объяснять ЦБ, значит, высокий судный процент инфляции? Что такое управление человечеством? Управление человечеством – это всегда подмена причин и следствий. Что ЦБ говорит? А, у меня высокий судный процент, потому что высокая инфляция. Я утверждаю, что высокая инфляция в стране только потому, что у нас высокий судный процент. И из тех, кто производит что-то, постоянно выкачивает в банковскую корпорацию, которая ничего не производит, но постоянно получает огромную прибыль, и идет, дай мне мясо, дай мне масло, потому что мы заработали очень много бумажек. А еще вы заработали, а мы эти бумажки переложили на эту полку, а потом с той полки на эту, и у нас их стало в два раза больше. Вот вам вся алгоритмика как бы, как разбогатели. Значит, та тенденция, которая реализуется Путиным, уверенно, устойчиво и бесповоротно впервые в истории подперестроечной России. Проверьте все периоды. У вас будет вот так, вот так, потом опять скачок, вот так, вот так, потом опять скачок. Путин – вот такая тенденция по судному проценту. Очень важная тема, но, значит, дальше. Идеологический приоритет. Это гораздо более грозный приоритет, чем предыдущий. И вот здесь все происходит, то, что отсюда идут какие команды. Вот эти все Библии, Коран, то, что я вам процитировал, значит, религии, телевидение – это все идеологический приоритет. И управление этими приоритетами идет отсюда. Говорят, что там Путин в закон по телевидению не примет. Извините, это надгосударственное управление. И этот приоритет стоит над президентами, а не президенты стоят над телевидением. Отсюда и происходит управление. Как вообще формируется, вот это вам, как работникам этой отрасли, очень четко нужно понимать, как построено реальное глобальное управление. Что такое терроризм? Я утверждаю, и одна из моих радиопрограмм называется «Телевидение как колдун и информационный спонсор терроризма». Почему я так утверждаю? Одна из моих радиопрограмм так и названа, она будет выложена на сайте. Вот помните там взрыв подземки в Москве, к примеру, да? Вы что думаете, те, кто затевал этот взрыв, они хотели там вот тех там 5-10 человек убить в подземке? Нет. Они рассчитывали на то, что после этого все это будет показано на телевидении, что это увидят миллионы, а может быть и миллиарды телезрителей, и это произведет определенный эффект на общество. И это и есть глобальное управленческое воздействие на общество. Если с завтрашнего дня у журналистов хватило бы силы воли, ума, там, так сказать, чего угодно, выйти из-под этого глобального управления и сказать «нет, больше на телевидении мы акты террора показывать не будем». А кому они тогда нужны? Ну какой смысл там, так сказать, погибли 5-5 человек, об этом никто не узнал, никто не услышал? Это что, замалчивание? Нет, это не замалчивание. Это глобальное понимание управленческих схем. Я вам привожу цитаты из выступления, ну, авторитетного, я надеюсь, в ваших кругах, того же Бобкова Филиппа Денисовича, который, я цитирую там близко к тексту, это из газеты, где с его портретом, не помню, в какой газете было интервью, но, правда, уже года два назад. Он говорит, да, как управляет с помощью картинок, мы это понимали в свое время. И когда мы на телевидении показали акт самосожжения, произошедший в Прибалтике, у Вечного огня, то это начало тиражироваться по всей стране. И остановился только тогда, когда мы прекратили информацию по этому поводу. Как только мы показали, как двое молодых людей во время свадьбы бросились с балкона и погибли, эти ситуации начали повторяться. Нужно очень, значит, различать программирование и прогнозирование. Одно дело прогноз, а другое дело программирование. Если вы на телевидении показываете какие-то картинки, то есть так называемое эгрегориально-матричное управление. Эти картинки и формируют ваше будущее. Все, что показано на экране, с неизбежностью перетекает в нашу реальную жизнь. Все схемы колдовства, они на этом и построены. Вначале формируются некие информационные выкладки, а потом отрабатываются схемы перенесения этих информационных выкладок на объективную реальность. Вот что такое идеологический приоритет. Поэтому вот здесь именно и осуществляется управление. И теперь посмотрите на этом же уже примере, я вам покажу. Да, нас начали громить не с помощью зеленой каски, но с помощью зеленого змея, с помощью зеленого доллара, с помощью зеленой повязки на лбу чеченцев. Вот вам, так сказать, ну чеченцы условно, так сказать, просто на лбу бездумных людей, можно сказать. То есть если находятся такие головы, на которые можно натянуть зеленую повязку, а потом Аллах Акбар, то получается, так сказать, то, что получается у нас в стране. Вот вам управленческие приоритеты. Но неужели вы вот просто, так сказать, даже на обыденном уровне не понимаете, как шло управление и насколько наша модель адекватна тому, что происходило в стране. Вот как шло управление. Что доллар случайно сюда попал, что спирт-рояль случайно попал сюда, что, как бы, так сказать, Чечня случайно вдруг в России возникла. И иные далеко не случайно. Второй управленческий приоритет, исторический или хронологический. Я утверждаю, что управление будущим всегда осуществляется на основе изменений прошлого. Прочитайте очень любопытную для вас, очень важную книгу, я читаю, Джордж Оруэлл, 1994 год. Вот там все это расписано до деталей. Как сидит целое ведомство и, значит, заново все переписывает в истории. Потому что, как только вы переписали историю, так будущее, ну это, знаете, как корни. Вот будущее, оно четко будет таким, какое у вас есть представление о прошлом. Если вы сформировали определенные стереотипы прошлого, у вас гарантированно будет одно будущее. Сформировали их по-другому, у вас гарантированно будущее будет другое. С чего началась перестройка? Перестройка началась с того, что развенчали Сталина вдоль и поперек во всех отношениях. Что это случайно? Нет, я и утверждаю, что это и есть глобальное управление. Для того, чтобы увезти куда-то, нужно заново переписать всю историю, чем, собственно, мы и занимаемся последние 10 лет. Не осмыслив истинную историю, мы никогда не поймем. И в работах внутреннего предиктора СССР, в 50-ти, о которых я говорил, есть прямо и в концепции общественной безопасности, мертвая вода, она начинается, и есть раздел разгерметизация, где дается информация об истинной истории человечества. И, наконец, первый приоритет, самый важный, это мировоззренческий. Что такое мировоззренческий приоритет? Мировоззренческий приоритет это вот мировоззрение народа, то есть представление о мире в картинках, в образах. Когда я в Индии был, там у меня было две встречи с Саи Бабой, вы знаете, это ныне объявленный пророк, да, информация о нем на сайте boh.ru, вот три буквы, boh.ru, это сайт Саи Бабой, если кто-то там чем-то заинтересуется. Но информация об этой встрече и о всем происходящем, она изложена в книге, которая называется «Последний гамбит». У нас есть такая книга «Последний гамбит», где с наших позиций излагает все, что произошло в Америке 11 сентября 2001 года. Как были организованы и тем эти теракты с надгосударственного уровня управления. И там как раз идет речь в том числе о Саи Бабе и о схемах эгрегориально-матричного управления. Эта книжечка тоже у вас в библиотеке есть. Так вот, когда пребываешь в Индии, то наблюдаешь эту картинку, и как бы эти картинки, они остаются очень глубоко в сознании. В Индии 300 миллионов человек, которые именуют себя little people. Что такое little people? Маленькие люди. Каково их мировоззрение? У них мировоззрение такое, что люди есть маленькие, а есть большие. Вот они родились как бы маленькими людьми, и у них нет ни имени, ни работы, ни жилья, ни средств к существованию, ничего. Они просто вот лежат вдоль канав, и если большой человек, проезжая на автомобиле, бросит им корпус хлеба, они считают это как подарок судьбы. Они не хотят ничего изменить. У них это все вполне устраивает. Это мировоззрение такое у них. Когда я, значит, в Южноафриканской республике подъезжаешь к аэропорту Кейптауна, то на расстоянии 10 километров, сколько видит глаз, на протяжении 10 километров, безбрежное поле вот этих животных, ну людьми назвать сложно, вот. Они просто вот живут, ну там как бы так картинка, кто-то прикрыт там картонкой, кто-то фанеркой, кто-то там рогожей, то есть это вот. И вот так вот, и у них никогда ничего не изменится. Вот откуда устойчивое управление-то осуществляется. Если вы, значит, в мировоззрение внедрили нечто, то это нечто позволяет управлять странами и народами на протяжении столетий и тысячелетий. Есть и другое мировоззрение, допустим, с посвященными Швейцарии, когда мы беседуем, они мне, я говорю, что ну вот вы понимаете все это, там, так сказать, глобальная схема управления человечеством, неужели у вас хотя бы из вот, ну таких каких-то соображений, личных амбиций, там, так сказать, не возникнут желания однажды выйти на телевидение, там, людям и сказать, что, друзья мои, ну вы ничего не понимаете в жизни, вот, вообще есть такая система знаний. Вы же будете как-то выглядеть умно, для вас это, мне кажется, для личной жизни это важно. Вопрос был такой, а у вас дома есть собака? Я говорю, есть. А вам хотелось когда-то перед своей собакой блеснуть своим умом и умно выглядеть? Не возникало. Так вот, у нас тоже не возникает. То есть, чему сводится их мировоззрение? Они нас с вами не считают за тех за существ, что и они. То есть, есть мы, которые имеем право на все, и есть вот эта, как бы, толпа, ну, они говорят, ну, когда вы ведете, там, стадо бычков на бойню, ну, да, конечно, что-то у вас там, ну, так жизнь устроена. Когда мы ведем на бойню, там, во Второй мировой войне, 20 миллионов человек, ну, да, конечно, тут как-то вот, но так устроена жизнь, иначе нельзя. Это наша алгоритмика, наше миропонимание. Вот, это второе мировоззрение. Что касается русской цивилизации и той системы знаний, о которой я говорю, то у нас понимание другое, что люди от Бога рождены равными друг другу. И только, как бы, так сказать, придумки земные выстраивают некие иерархии. И вот нам не надо выстраивать что-то, чтобы вот мы кого-то кинули. Нет, мы просто хотели бы выстроить отношения между странами, народами, между людьми, просто равного достоинства, там, так сказать, и все, нам ничего не надо. И нам, так сказать, всего хватит, если это будет. Вот, что такое мировоззренческий приоритет. Если нам с вами внедряют, что русский Вань, как всегда, со стаканом водки, что он там лентяй, там, так сказать, он такой-сякой, он ничего не умеет, и мы с вами в это поверим, мы обречены, потому что это идет управление на уровне мировоззрения. Нам хотят мировоззрительские стандарты привнести новые. Вот в чем проблема. Поэтому, то, что на сегодня делает Путин, невозможно, в принципе, понять, если не понимать вот это все. Если не понимать, что управление странами и народами осуществляется именно по этой схеме, а не с помощью, там, умных правителей, там, не с помощью, значит, сильной армии, не с помощью, там, законодательной власти какой-то. Нет, нужно понимать глобальную схему управления человечеством и избегать вот этих обманок. Вот эту обманку классическую я вам, значит, проиллюстрирую после того, как уже рассказал, по приоритетам на каком уровне. Вот вам истина, скажем, мы ищем истину, к примеру, в схемах нашей проблематики, да, как мы говорили, курс России, курс руководства России по выводу страны из кризиса. Есть какая-то истина, но есть ложь. И эта ложь для нас всегда разбивается на две лжи, и нас с вами качают. Ну, собственно, если вы хотите богато жить, то вы определитесь, или социализм, или капитализм. И нас будут с вами качать вот между этими двумя понятиями. Я утверждаю, что ни то, ни другое понятие к благоденствию народа не имеет никакого отношения. Можно прекрасно жить при частной собственности, можно прекрасно жить при общественной собственности. И тому примеры, скажем, Швейцария с частной собственностью, Индия с частной собственностью. Частная собственность одинаковая, но 300 миллионов животных вместо людей. Вот, поэтому не в этом счастье. Счастье в другом. В том, кто печатает деньги, под какой процент они выдаются, кто владеет рентой на природные ресурсы, кто обеспечивает устойчивость тарифов, а кто их раскачивает. Если в той или иной стране мира тарифы начинают прыгать, то это дезорганизует все народное хозяйство. Единственный инструмент развала нашего народного хозяйства – это изменение тарифов. Как только вы тарифы приподняли, так пошло по цепочке, как бы, так сказать, цены на все меняются. И поехали. И тот же Чубайс после этого покупает алюминиевые провода уже в два раза дороже. Это какой смысл раскачивать лодку-то? Тарифы должны быть жестко фиксированы. В Соединенных Штатах есть закон, который запрещает вообще пересмотр тарифов. Это только с разрешения Конгресса делается. Поэтому есть некие базовые, вот такие 3-4 момента, которые я вам назвал, о которых умалчивают. А потом вам будут говорить план или рынок. Вот вы определитесь. Или план, или рынок. Это раскачивание маятника непонимания человечества от одной до и другой. Почему? Потому что план – это структурные методы управления. А рынок – это бесструктурные методы управления. Они никогда не противостоят друг другу. Они могут давать эффект, только взаимодополняя друг друга. Какая-то маленькая иллюстрация. Вам нужно обеспечить доставку товаров из Питера в Абскок. Структура – это что такое? Дороги, машины. Значит, машины даже можно компьютеризировать, водителю брать. И они точно по плану будут у вас поворачивать здесь на 10 градусов, там на 20. И будут грузы доставляться чисто плановыми методами. Что такое рыночные методы? Ни дорог, ни структур, ничего. Вот, хотите и возите. Один повез вдоль берез, второй вдоль елок. Тот на тракторе, этот на телеге, так сказать. Это чистый рынок. А как эффект достигается? А эффект достигается сочетанием этих методов. Есть некая структура, которая дорогу делает, обеспечивает. Но есть и водитель, которому никто не указ. Он действует абсолютно сам. Хочет газу добавит, хочет там сбавит, хочет там перед этой ямой затормозил, а второй идти прямо. Ну, они сами себе хозяева. То есть вот вам сочетание плана и рынка. Нас с вами всегда будут дурить, что у нас было плохо, потому что у нас был план, а теперь у нас плохо, потому что у нас рынок. И целые глобальные школы экономистов, плановиков и рыночников будут действовать. Ну, по экономике вы здесь сами дальше, вот эти альтернативы дальше, железный занавес, там открытость, это тоже не то, не то. А теперь я вам в мировоззренческом плане еще один пример приведу, как вот эта схема работает. Истина, о которой я вам скажу скользь, но у меня вот здесь есть некоторые статьи, я оставлю вам. Вот эта статья, она у меня называется, это я готовил для газеты «Известия», там были в шоке, как, откуда такая информация. Она называется, но потом, когда, видимо, кто-то из посвященных почитал, ее тормознули в публикации. Прозрение, она называется «От многоликого атеизма к единству разума и веры». Просто оставлю вам, вот, вы потом можете как-то там посмотреть. Но обозначу эту проблематику, потому что если вы не поймете проблему Бога, то тогда вы ничего не поймете. И в жизни у вас очень многое не сложится. Значит, я буду говорить об этой проблеме как физик, именно вот с таким. Потому что 15 лет назад, когда со мной начали работать вот системы свято-русского жречества, первый вопрос, который мне был задан, «Как вы относитесь к Богу?» Ничего, кроме внутренней улыбки, у меня этот вопрос не вызвало. Так вот, на сегодня я вам скажу, что я человек глубоко и искренне верящий Богу. Но я к негадам близко не подойду ни к одной церкви, потому что апофеоз безбожий – это церкви. Для чего подпридуманы церкви? Для того, чтобы люди не вышли на понимание вот системы мироздания и на понимание Бога. Я утверждаю, что истина состоит в том, что есть Бог, как надмирная реальность, единый для всех живущих на Земле. Вселенная устроена так. Есть минеральная жизнь, растительная, животная, человек. Но человек – это не венец мироздания в этой интеллектуальной лестнице. Над нами есть нечто, но это нечто нами не познаваемо. А как не познаваемо с уровня растения – животный мир. Так вот, это нечто, едино для всех живущих на Земле, в этом и состоит истина. Ложь состоит в том, что нет Бога единого для всех живущих в земле. Эта ложь разбивается на две лжи. Первая ложь, можете это пометить для себя, это очень важно, это материалистический атеизм. Материалистический атеизм. Первая ложь. Что это такое? Нет ни Бога, ни посланников Божьих. Вот мир, он чисто материален. Поел, поспал, так сказать, и всё, на этом жизнь закончилась. Нет души человеческой. Мы утверждаем, что это ложь и обман, целенаправленным, внедрённым в наше общество вместе с марксизмом, с 17-го года начиная. Весь марксизм, эта разработка против нашей государственности. Отдельная моя радиопрограмма посвящена целевым образом марксизму. Значит, ложь номер два. Это идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм. Это атеизм всех, без исключения церковных иерархий. Для чего существуют церкви? Как только человек интуитивно, неосмысленно начинает искать вот эту связь, которая как бы нам вообще дано каждому от рождения, выйти на вот эту связь с высшим разумом, но блокируется с помощью алкоголя. Я не буду говорить о методиках, но схема блокирования вот этой связи, она идёт через алкоголь. Если вы потребили алкоголь, то первые признаки вот этого ощущения контактов с высшим разумом у вас появится не ранее, чем через три года. На три года у вас блокируется возможность тонких структур головного мозга получать информацию извне с помощью торсионных полей. На сегодня это чисто физическое понятие, вы знаете, торсионное поле. Есть магнитное поле, есть гравитационное, есть ядерные поля. Но в 90-х годах физики поняли, что есть, оказывается, ещё торсионное поле или поле сознания Вселенной. Выключатель выключили, лампочка не светится. Включили, что-то из неё потекло. Стоишь, не думаешь, голова не светится. Начал думать, голова начала светиться. В каком излучении? В торсионном излучении. Все наши мысли столь же материальные, как, ну не столь же, а в других полях, но как великромагнитные волны, скажем, световые. Просто это идёт как бы в другие полевые характеристики. Так вот, наши мысли могут взаимодействовать с этой глобальной Вселенской информационной матрицей. Чтобы мы на это дело не вышли, нам говорят, а, к Богу хочешь? Ко мне иди, бабки давай, я тебе всё организую. Церковь — это брокеры, которые на идее Бога делают деньги. Любых вероисповеданий. А для чего это? А это разделяя и властвуй. Одним подсунули вместо Бога истинного, единого для всех живущих на земле, куклу Христа в качестве Бога, другим куклу Аллаха. Аллах, вы знаете, в переводе на русский язык, Бог вообще-то, но чтобы люди не поняли, что Бог един, да, в переводе оставлено в Коране слово Аллах. Но Аллах — это арабское слово. Это всё равно, что в нашем слове оставить слово table, когда в русском языке есть аналог слова stop. А вот слово Аллах почему-то не переводится, оно переводилось только в первых переводах. А поэтому Кушкин сказал, что переводчики — это подставные лошади просвещения. Через переводчика вскрываются глобальные истины. Так вот, лошадь идеалистического атеизма, она и висит сейчас на человеческом мире. Что нам предстоит России в ближайшее время, и к чему сводится новый курс политического руководства? К разоблачению постепенному как материалистического, так и идеалистического атеизма. И Россия пойдёт путём к богодержавию. По богословию у нас есть четыре работы. Одна из них называется «Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому, Ладожскому и Анну и Иерархам Русской Православной Церкви». Вторая работа — к богодержавию. Третья работа — «Диалектика и атеизм» — две сути несовместны. Мы показываем, что диалектичность жизни невозможна, если человек не осмыслил алгоритмику взаимодействия с высшим разумом. Ну, слова разные можно применять, важно понимать само явление. Вот, собственно, вот эта картинка, она и должна, в общем-то, формировать понимание глобальное. Вот тема бога — это третий управленческий приоритет. Если для народа заблокировано это понимание, то сложно говорить о реальном управлении. Итак, непосредственно о проблемах сегодняшнего дня. Мы знаем, что у нас в стране вообще действует такая, она оглашена публично, концепция национальной безопасности. Вот в терминологии очень многое скрывается. Как только вы услышите термин «концепция национальной безопасности» примитена к России, так знайте, что это глобальная разработка против России. Вне зависимости от того, сделана ли она, ну, как бы, так сказать, через проплату или в обход сознания. Я не утверждаю, что это сидят какие-то там люди, которые нас стараются обмануть, одурачить. Нет. Я говорю о том, что в большинстве людьми управляют в обход сознания. То есть каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания — на того, кто понимает больше. Так вот, концепция национальной безопасности применительной к России — это абсурд, потому что Россия — многонациональная страна. Вдумайтесь, о какой нации вообще идёт речь? Как это? Концепция национальной безопасности России. Я понимаю концепцию национальной безопасности Франции. Ну, там, все французы, просто по определению, да, или в Соединённых Штатах, все американцы. А у нас-то русские, татары, евреи. А скажите, о ком вы говорите? То есть, каждый догадывается по-своему, о какой национальности идёт речь. А потом, как бы, это понимание начинает трансформироваться уже в соответствующие действия. Поэтому то, что мы разработали и опубликовали десятитысячным тиражом, как я сказал, в 92-м году, называется «Концепция общественной безопасности», где идёт понятие о приоритетах и идёт представление по достаточно общей теории управления. Мы говорим, что управлять любой страной можно только по полной функции. Если у вас есть пчелиный улей, а в схему управления не входит пчеловод, то тогда пчёлки не поймут, почему они остались голодными. Они думают, что как работаем, так и живём. А оказывается, нет. Пчеловод вынимает рану целиком потом. А мы с вами этих пчеловодов не различаем. Мы не видим тех механизмов, с помощью которых работают пчеловоды. И поэтому управление по полной функции мы не реализуем. В чём особенность сегодняшнего момента с точки зрения политического курса руководства России? Впервые в истории нашей страны этот курс не декларируется из какого-то начальственного кабинета. Это и есть самый глубочайший манёвр Владимира Владимировича Путина. Национальная идея – это то, что вызрело в головах у людей. То, что мы озвучиваем это в лексике, это у нас просто есть методики. У людей, которые тысячу лет не потребляли алкоголь, они владеют методиками считывания информации с коллективного бессознательного нашего народа. И то, что у нас есть в коллективном бессознательном, мы переводим в лексику. И так появляется национальная идея. Это просто то, о чём думает народ, а не то, что кто-то придумал в каком-то кабинете. Вот в чём разница в сегодняшнем подходе и в том, что было до того. Но, а почему же Путин, понимая это всё, не оглашает этот курс? Да потому что кадровая база ещё пока не готова. Бесполезно говорить о чём-то, сотрясать воздух, когда вот этого понимания нет даже, скажем, в вашей среде. Я уж не говорю там, так сказать, о среде школьников, учителей, хотя я сейчас вот в разных школах эту лекцию даю для учителей, но им даю особенно по генному оружию, чтобы они понимали, как будущее детей вообще обустроить. Так вот, впервые в истории, почему возмущена элита? Кто есть мистер Путин? Ломает голову Запад. А впервые Путин ведёт очень мудрую линию, когда позволяет выкристаллизоваться этим всем национальным идеям, как говорят, или концепцией общественной безопасности в гуще народа. А потом тогда, когда это всё уже выйдет наружу, тогда он же, так сказать, даже если он будет получать претензии, чего это у вас там разговорились? Ну а что, я могу им, так сказать, кляп, чтобы в рот поставить? Вы же сами говорили, гласность, демократия, поэтому вот так вот народ вот так у нас это понимает. Вот, собственно, к чему сводится сегодняшний курс. Почему возмущена элита? Элите всё равно куда бежать? Налево, направо. Важно лишь сохраниться, как элите. И они готовы отработать любую алгоритмику. Только скажите, что делать. А им никто ничего не говорит. И в это время они дезорганизованы, а в обществе идёт вызревание этих идей. Причём идёт беспроблемное. Никто этому не мешает. Это, ещё раз повторяю, впервые в истории нашей страны. Почему же на сегодня, тем не менее, вы это и по себе ощущаете, что... Ну, мне говорят, а как же так? Путин, вы говорите, что он так глобально понимает всё. Почему же мы тогда нищенствуем? И военные, и спецслужбы, и учителя, и врачи. Понимаете, в чём проблема? Есть разного уровня политика. Есть глобальная политика, есть внешняя политика, есть внутренняя политика. И здесь очень чётко понять последовательность возможных шагов. Ещё раз повторяю. Если мы огласим вот эти все схемы, как одурачивает народ с помощью эмиссии средств платежа, с помощью судного процента, с помощью тарифов или прочих-прочих схем, то просто дальше дурить-то будет невозможно. Народ, а Европа останется нищей. Вот эти алгоритмы внутреннего управления, вот у меня она вот здесь изложена в газетах, потом возьмёте, несколько газет есть. И это просто, когда в Храме Христа Спасителя был крупный форум, из моей статьи, просто такой фрагментик, он оказался на второй стороне, двухстраничная статья вот в этой газете. А фрагментик вот такой, значит, он в заглавие перенесено, и остался маленький кусочек. Методология перевода экономики России на ускоренные темпы развития. Вот здесь, значит, у меня экземпляров там 10-15 есть, я вам это просто оставлю. Здесь вот как бы всё понятно, как сделать Россию богатой, и почему это не делает Путин. Потому что если мы начнём с этого, то просто начнётся война, как я уже вам говорил. Поэтому нам нужно выстроить вначале глобальную позицию нашей страны, так, чтобы у нас с вами не было врагов. И как это делается? Это делается чрезвычайно мудро. Значит, основной из наших посылов в части глобального управления, мы утверждаем, что должна работать следующая алгоритмика. Будь близок с друзьями своими. Это не наша, это мудрость глубочайшая древности. Будь близок с друзьями своими, но с врагами старайся быть ещё ближе. Ибо как тебе узнать об их намерениях и предотвратить их? Именно поэтому лучший друг Путина на сегодня Буш, и он его всё время, так сказать, в своих объятиях, так сказать, держит и держит, и держит, потому что как только он его отпустит, так будут начаться непрогнозируемые ситуации. Глобальное управление человечеством всегда осуществлялось на том, что две страны сдруживали против третьей. То Россию с Китаем против Америки, то Китай с Америкой против России. И что сделал Путин за какой-то кратчайший промежуток времени? Он вывел нашу страну из алгоритмики вот этого нелепого противостояния. На сегодня мы не противостоим никому. Свято место не бывает пусто. На наше место сегодня активно претендует Европа. Начинает формироваться треугольничек. Европа, Соединённые Штаты, Китай. А где Путин? А Путин гораздо выше. И есть глобальное понимание, которое позволяет выйти из алгоритмов международного государственного сталкивания лбами, которое осуществляется глобальной библейской концептуальной властью со штаб-квартирой в Швейцарии, где и разрабатываются эти все сценарии, кого с кем столкнуть и как войны организовать. А Путин приподнялся над этой алгоритмикой. И что на сегодня получается? Вы видели, Европа, после того, как неделю ругались между собой, что потом Путин послал за ними самолёт, и они приехали к нему на доклад. Потому что они понимают, что Путин – это более высокая иерархия управленческая. Кто согласовывает действия с Путиным? Соединённые Штаты, Китай, Европа в равной мере. Ещё раз говорю, обращайте внимание на мелочи. Я вам оставлю вот такую газетку, ну или просто покажу. Это газета «Известия» за 14 февраля. Значит, вот пошутили над Путиным, да? Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Значит, посмотрите, что здесь изображено. Встреча Путина с Шираком. Встреча Путина с Шираком. Ну и Путин говорит, результаты этого визита превзошли наши ожидания, но я хотел бы извиниться перед французами за то, что мой кортеж помешал проехать по Парижу, перед американцами за то, что мешаю им проехать по Багдаду, «Да ещё в молодости я немного шпионил за немцами». Понимаете, это что? Это уже хотят известия того или нет, но они понимают, что Путин-то вышел на глобальный уровень управления. И он, как бы так сказать, по отношению ко всем президентам выглядит совершенно иначе. Именно так в своё время выглядел Сталин на фоне остальных людей, который понимал, что такое концептуальная власть, в отличие от всех П-резидентов. Ну, слушайте слово. П-резидент, да? Ну, не случайно. Случайной терминологии никогда не бывает. П-резидент. Это люди, которые никакого отношения к управлению не имеют. Они обязаны беспрекословно выполнять то, что им поручается с надгосударственного уровня управления. И Путин это прекрасно понимает. А когда Сталин работал, то тоже он об этом ничего не говорил. Почему Путин и Сталин как бы так их сравнивают? Да потому что у них мера понимания одинаковая. Они понимают, что такое глобальное геополитическое управление, что такое глобальная политика, то есть политика в отношении всего человечества. И что такое концептуальная власть? Концептуальная власть у посвященных всегда обозначается вот этим большим пальцем. Вот это законодательная, исполнительная, судебная власть. Ну, а концептуальная, она обычно ассоциируется с идеологическим приоритетом, то есть они работают вместе, да, указательный палец, идеологическая власть. Вот кто управляет. А это как бы под ними. Так вот, когда в Крыму в свое время состоялась встреча Черчилля Рузвельта со Сталином, вы знаете прекрасно эти истории, что если Сталин входил, все почему-то вставали, руки по швам, никто не мог объяснить. И даже когда договаривались, не встанем, все равно не могли не встать. Так вот, когда они увидели, что Сталин раздобрел, они там договаривались о границах, о дележе послевоенном. Рузвельт и Черчилль Сталину закинули так аккуратненько. Иосиф Фессеренович, ну настолько нам понравился Крым. Вот не мог бы ты нам Крым оставить, а мы бы тебе в Европу там прирезали. Сталин говорит, хорошо, я уступлю вам Крым. Если один из вас угадает, какой из этих трех пальцев середний? Ну, Черчилль сразу за этот, так сказать, Рузвельт за этот. Нет, вы не угадали. Вот этот палец середний. То есть он понимает, как вообще в управлении складывается ситуация. Вот этот палец, он всегда остается единственным. Все остальное, это как бы вспомогательные вещи. Эти вот такие шутки и мелочи, они очень непростые. И именно в такой форме Сталин показывал свое глобальное понимание схем управления человечеством. Чтобы не быть голословным и не говорить это только на уровне шуток, я вам прочитаю маленькую цитату из речи Сталина в 1933 году на объединенном пленуме ЦК и ЦКК. Это доклад его «Итоги первой пятилетки». Вслушайтесь. Доклад Сталина. Как можно утверждать и вспомнить то, что я вам говорил, что наша советская валюта не представляет никакой ценности? Разве это не факт, что на эту валюту мы построили магнита, строят, непростройку, не строят и так далее, причисляют? Не думают ли господа западные аналитики, что все эти предприятия построены из соломы и из глины, а они действительно материалы, имеющие определенную ценность? Чем обеспечивается устойчивость советской валюты, если иметь в виду, конечно, организованный рынок, имеющий решающее значение в товарообороте страны, а не рынок неорганизованный? Конечно, не только золотым запасом. Устойчивость советской валюты обеспечивается прежде всего громадным количеством товарных масс в руках государства, пускаемых в товарооборот по устойчивым ценам. Кто из экономистов может отрицать, что такое обеспечение, имеющее место только в СССР, является более реальным обеспечением устойчивости валюты, чем любой золотой запас? Поймут ли, слушайтесь, поймут ли когда-нибудь экономисты капиталистических стран, что они окончательно запутались с теорией золотого запаса, как единственного обеспечения устойчивости валюты? Это 1933 год. Вышел ли сейчас хотя бы один из экономистов России на понимание этих вещей, о чем говорил Сталин? Нет, не вышел. Именно поэтому работы Сталина закрыты. Их вроде никто не запрещал, но попробуйте найти. Потому что, когда такое читаешь, все становится очевидным. И поэтому не случайно в эпиграфе одной из книг по Сталину написано, Сталин не ушел в прошлое, он растворился в нашем будущем. Мы добавляем, как бы это не опечалило многих. Да, нам предстоит осмыслить и понять то, что делал и понимал Сталин. И почему во времена Сталина с 1947 по 1953 год устойчиво снижались цены на все товары, которые мы относим к разряду демографически обусловленных потребностей человека. эти потребности нужны, не деградационные, которые уничтожают генетику, а демографически обусловленные. Почему эти потребности удовлетворялись Сталином по постоянно снижающимся ценам. Пока мы не поймем эту алгоритму и не поймем прошлое, вот так, как оно было, у нас ничего не изменится. Пока мы не поймем, почему Сталинский дом не нуждается в комментариях, что это такое и так далее. Вот. Эта же проблематика изложена у Пушкина, который не был никаким поэтом. Пушкин был пророком русской цивилизации, который в закодированной форме давал информацию о схемах управления земным шаром. Но у него, в отличие от Крылова, за каждым персонажем стоит не какой-то человеческий характер, а глобальное социальное явление небольших группы людей. Руслан и Людмила. Людмила, Людмилый, русский народ. Куда уносили? В страну полночный год, в Швейцарию. На первых порах я эту информацию не мог воспринимать с улыбкой, пока потом не вчитался и не понял, что такое гений Пушкина. Значит, следующая программа моя через вторник, она будет называться Пушкин как пророк русской цивилизации. Рекомендую послушать, хотя она будет выложена на сайте. Так вот, о понимании Пушкина точно таком же, как у Сталина, я вам приведу только одну цитату. И был глубокий эконом, которых, к сожалению, сейчас нет в России. То есть, умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Вот вам и Пушкина на экономическом приоритете. Значит, когда мы говорим о курсе правительства современном, то мы должны понимать, что у нас утрачены схемы общественно-полезного управления. Их просто не существует в природе. В свое время Аристотель разделил экономику на два класса. Экономика это наука о том, как сделать народ богатым. И хрематистика от слова хрема, богатство. Хрематистика это наука о том, как отдельной корпорации или отдельному предпринимателю набить свой собственный карман. Что такое бизнес? Цитирую вам дословно Макса Амстердама. Бизнес это искусство, вынимать деньги из карманов окружающих не прибегая к насилию. Вот что, законным путем не прибегая к насилию. Вот именно этому и учит наука, которую мы ошибочно называем экономикой. Поэтому я издаю сейчас книжку экономическая азбука, где будет говориться о том, что все абсолютно учебники, все абсолютно теории, они учат, как отдельной корпорации набить свой собственный карман. Но что при этом тысячи людей будут брошены в нищету, это вообще не входит в поле рассмотрения даже этой науки. Так вот, на сегодня нам позволено эту информацию раскрывать. И, скажем, есть кафедры, где мы сегодня готовим учебники, серию учебников вот этих принципиально новых. В частности, я готовлю учебник экономики и в городе Ижевске руководитель, председатель Центрального Совета концептуальной партии, которая создана единение, на сегодня получил кафедру в университете по этой проблематике. Это вот, кстати, о курсе, да, то есть курс формируется президентом, правительством, но и общественной инициативой, которую я представляю. Мы тоже активно и заметно влияем на все, что происходит в обществе. А то, что положим мнение Касьянова принципиальным образом расходится с мнением Путина, по всем, без исключения вопросам, это моя статья, которую я написал прошлым летом. Вот здесь вы увидите, что я противопоставляю начисто ту позицию, которую занимает Путин и ту позицию, которую занимает Касьянов, как представитель одного из крупнейших финансовых кланов России, который не имеет отношения к благодетствию всего народа, а отстаивает интересы этого клана. А почему Путин как бы на сегодня не меняет ничего? А потому, что он занимается на сегодня глобальной политикой. И когда мы выстроим глобальную политику, тогда можно будет и дальше продвигаться. иначе могут возникнуть проблемы на более низких приоритетах, на уровне военного оружия в конечном счете. Мне говорят, ну как же вы утверждаете, что Путин вообще руководствуется проблемами достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности и мертвая вода, а НАТО тем не менее продвигается на восток. Но неужели вы не видите, что Путин ошибается? Давайте посмотрим, я, наверное, последнее, что вам расскажу, а потом, может быть, лучше на вопросы ваши отвечу. Давайте посмотрим на ситуацию с НАТО. Вы, наверное, наблюдали сценки. Собака гложет кость, вы берете длинную палку и этой палкой косточку пытаетесь выбить из листа. Что делает собака? Собака набрасывается на эту палку и начинает ее грызть. Вы что, хотите, чтобы мера понимания Путина была на уровне этой собаки? НАТО это палка, находящаяся в чьих-то руках. Никакого отношения структура НАТО к управлению тому, о котором я говорю, не имеет. И нелепо, как это говорят, бодаться, на уровне НАТО. Путин должен быть гораздо выше. Он должен видеть глаза того, кто манипулирует этой палкой и с ним общаться. И поэтому это совершенно неблагодарное занятие выходить на такую меру понимания. Так вот, в достаточно общей теории управления утверждается, что когда происходит столкновение блока, которым был СССР, с конгломератом евроамериканским, это был конгломерат, разные принципы управления в блоке и в конгломерате, то, если конгломерат впитывает в себя обломки блока, он вместе с этими обломками блока впитывает и вектор цели блока, который не всегда идентифицирован даже руководством этого блока, не говоря о конгломерате. То есть он, условно говоря, заглатывает с этими обломками эгрегориальный вирус. И после этого конгломерат разрастается, но качество управления в нем резко падает. Это я говорил еще летом прошлого года на лекции, кстати, у вас на второй кассете, вы ее можете посмотреть, есть этот фрагмент. Тогда никаких признаков этого не было. И вдруг, спустя год, мы все наблюдаем, как работает эта теория. Что происходит с НАТО впервые в истории? Мы раскололись по вопросу Турции, по вопросу Ирака и так далее. Что делают с Путиным? Почему Ширак встречает подобострастно Путина у трапа самолета, нарушая все протоколы? Да потому что свыше ему были команды попробовать Путина встроить в свой блок. А Путин что? А Путин говорит, не, ребята, ну как, Буш мой лучший друг. Как это я могу с вами дружить против Буша? Не, Буш мой лучший друг. Я, конечно, я против войны, и вы мне, друзья, ну, Буш мой лучший друг, вы же знаете. Вот вам и алгоритмик управления. Алгоритмик управления не тупая, давайте кто кого, так сказать, на уровне военного оружия, как призывают патриоты. Или давайте вот тут, так сказать, сейчас обнажим все и устроим войну. Нет, Путин управляет ситуацией гораздо более глубоко. И результаты этого глобального управления на сегодня, я думаю, вам очевидны. Значит, я утверждаю, что Россия это никакая не страна. Россия всегда была цивилизацией. Вы помните, значит, волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещий язык, и сводив небесную дружим. Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мной? Так вот эти все клановые системы посвящения России, они никуда не исчезнут. И когда есть государственный уровень управления, а есть вот этот, который редко вылезает наружу, сейчас он вылез, начиная с 90-го года. Так вот, как только кто-то наезжал на Россию, наша цивилизационная гармошка сжималась. Но потом она распрямлялась, и Россия становилась чуть побольше, чем до наезда. Еще раз наезжали, опять сжималась. А потом становилось еще раз побольше, чем до этого. На нас наехали в очередной раз. И Пушкин заявлял, так высылайте ж нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых гробов. А мы говорим о чем? Если вы вовремя не опомнитесь и не одумаетесь, что вы делаете по отношению к России. Россия это иная цивилизация. Да, мы не цивилизация материи, да, мы не цивилизация духов бездумного, как на Востоке, когда сел под елку и медитирует, да, а там хоть трава не расти с народом. Нет, мы другая цивилизация. Так мы говорим, если вы вовремя не одумаетесь, то гармошка цивилизованная России расправится. И Россия станет страной от Тихого океана до Атлантического. А что делать Европе? А Европе тогда останется войти в нашу цивилизацию и стать восьмым федеральным округом России. И как бы ни было это смешно, на вскидку и на первый взгляд, я вас уверяю, что за этой фразой стоят очень серьезные вещи, глубоко обоснованные и теоретически рассчитанные. Если мы, так сказать, напрямую огласим нашу концепцию, то так оно и будет. Только человечество станет просто, это не будет, так сказать, какая-то управляемая нами система. Нет, мы просто будем жить в ладу с окружающими, с биосферой, с космосом и Богом. Вот, собственно, к чему сводятся наши мысли и что делает Путин с наших позиций. То есть никто из нас более мудрых решений не принял бы. Мы не утверждаем, что он руководствуется нашей теорией. Нам не нужно мотивов. Водительствуем ли он свыше? Знает ли он наши работы? Есть ли у него какие-то консультанты? Понимает ли он сам? Нам не важно. Мы смотрим по результатам. Результаты его действий идут строго в глобальном понимании истории человечества. Значит, история, проблемы. Еще такие какие-то статейки, так чтобы... Ну, вот тоже еще оставлю как примеры, так сказать. Ну, все вот эти газеты, которые публикуют, к примеру, мои статьи, там, ну, они публикуются во всех регионах России. Вот это «Кавказская здравница», ведущая газета, там, «Ставрополье», значит, «Минводы», вот это «Кисловодск». Вот четыре газеты уже со статьями моими, экономическая азбука. Это я лишь как свидетельство того, что эта информация дается широко, и работая в вашей системе, не понимать ее просто неправильно. Ну, вот спасибо вам за внимание. Я готов ответить на все ваши вопросы. Я думаю, что, наверное, их очень много, поскольку информация необычная. А когда мы можем вообще обнаживать эту концепцию? С какой-то ютубной? Понимаете, вот дело в том, что на уровне глобальной политики есть многие вещи, которые нас просто как бы и не интересуют, и мы ими не владеем. То есть вот эти решения должны приниматься не нами. Наша задача – сформировать поле информационное, сформировать кадровую базу, которая была бы так потенциально готова. Но вот этот час икс – это воля президента. Поэтому мы как понимаем свою позицию? Мы что можем делаем? Я вас уверяю, что если мы делаем исключительно все за свой личный счет, не имея никаких денег, и когда нам пытаются дать деньги, нам говорят, ну мы вам дадим деньги, только вы не рассказывайте про христианство, как оно служит против России, вы не рассказывайте про судный процент, или вы не рассказывайте еще о чем-то. Мы так не можем, у нас канал закроется. Поэтому наша задача – мы не связаны временем, мы даем информацию, но когда будут созданы предпосылки безболезненного перехода на эту информацию, это задача президента, как носителя концептуальной власти, если он перейдет окончательно к концептуально-властному управлению. Поэтому мне здесь сложно прогнозировать. Я вам скажу так, что если будет воля на государственном уровне, то мы в этом году можем выиграть выборы в Думу с огромным отрывом от всех партий. Почему, я так утверждаю. Почитайте первый номер журнала «Эксперт» за этот год. Там есть статья большая «Представители непредставленные», где написано, что на сегодня до 80% населения не воспринимают никакие партии и в принципе не ходят на выборы, так случайно кого-то уговаривают. О чем это говорит? Это говорит о том, что большая масса людей уже есть, которые поняли это все, но поняли на бессознательных уровнях психики. Они это пока в словах не слышали. Если мы начнем на телевидении говорить эти слова, вот представьте себе, что нам дают телеканал, и мы даем эту информацию, значит выборы этого года нами будут выиграны, безусловно. И это будет электорат именно тот, который поддерживает Путина. Почему расходятся рейтинги Путина на словах и в делах? Да потому что Путина поддерживают вот те самые 80%, которые ни с одной партией не хотят иметь дело. И эти же 80% можно поднять на выборы, если они поймут, что наконец-то пришел не этот многопартийный балаган, а пришли люди, которые начали внятно говорить вообще о государственном управлении, о глобальном управлении и о месте России в истории человечества. Поэтому я не берусь вам прогнозировать, когда это все, но я вам скажу, темпы продвижения информации настолько высоки, что счет идет в любом случае на годы. Вот мои оценки. То есть это может быть как в этом году, так и гораздо позже. Почему? Потому что вот вы должны понимать, вот все мои... У меня прошло порядка 12 телевизионных программ на питерском телевидении, они тоже есть на вашей кассете, здесь у Александра Николаевича она есть. Вот что вы должны понимать самое главное. Почему это вот по времени, я вам отвечаю, почему это произойдет сейчас. Вот эта кривая, верхняя, это смена поколений на Земле. Один раз в 25 лет сменяются поколения. А вот это смена технологий. Технологии на Земле. Раньше каменный топор тысячи лет не менялся. И вот человек родился, рос, умирал, а за это время технологии никак не менялись. Потом технологии начали меняться быстрее, столетиями, скажем, паровой двигатель, ну, там, условно говоря, просто считал 100 лет. А что говорят японцы сейчас? Для того, чтобы нормально развиваться, технологии нужно менять каждые 5-10 лет. То есть за всю историю человечества только один раз наступает момент, когда частота смены поколений сравнялась с частотой смены технологий. И этот момент древнеегипетские жрецы, которые прописали эту схему управления человечеством, назвали моментом апокалипсиса. Но это не гибель человечества. Это крах тех алгоритмов управления, которые господствовали вот в этом периоде, до выравнивания частот. Этот период мы называем условно царством зверя. Но мы с вами уже вошли в царство человека. Поэтому то, о чем я говорю, неизбежно наступит. Скорость, она прямо пропорциональна скорости освоения этой информации. Вот чем быстрее в народе будет осмыслена эта информация, а она подается исключительно снизу, у нас нет доступа. Потому что доступ к советовым информациям – это деньги. У нас денег нет. И мы никому не продаемся. Поэтому мы вот постепенно даем эту информацию. Значит, кадровая база меняется. Мы говорим, это смена логики социального поведения. Какая кадровая база была на коне вот здесь? Кадровая база, приобщенная к тайным посвящениям. В начале жизни получил посвящение, и их хватало на всю жизнь. А теперь получил посвящение, через пять лет все изменит. Они как будто... Поэтому выходит на поверхность иной генотип, который способен каждые пять-десять лет адаптироваться к принципиально новым условиям в технологиях, в идеологиях, во всем остальном. Так вот, период выравнивания частот – это период с 1910 по 1950 год. Это глобальные такие резонансные явления, которые привели к дестабилизации человечества. Сейчас мы этот этап преодолели, и поэтому то, о чем я говорю, оно неизбежно к осмыслению и внедрению этих знаний. Вот закон изменения вот таких в человечестве мы называем законом времени. Пушкин, вот его глобальное произведение Руслана Людмила, о принципах глобального управления, он, говоря о внешнеконцептуальной власти, глобальном предикторе, говорит, он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Вот прошло два поколения с 1950 года, и на третьем поколении мы запускаем этот алгоритмик. Раньше она не была неработоспособна, как там на моей лекции в Ставрополе один казак так образ хороший подобрал, но и как я долго объяснял, почему вот раньше мы не давали эту информацию. Он говорит, а, я понял, колея была слишком глубокая. Да, действительно, человечество загнали в такую колею, выскочить из которого было невозможно, а сейчас колеи нет, и мы по-ледену так понимаем, а не так, как они-то хотели. Виктор Васильевич, а вот вопрос о международных делах. Как Вы представляете, вторжение Соединенных Штатов в Ирад состоится в ближайшее время, или какие-то возможные варианты? Я Вам уже говорил, что если та или иная страна начинает выходить на уровень военного оружия, значит, она ничего не понимает в глобальном управлении. Чтобы Вы понимали, Соединенные Штаты это точно такая же манипулируемая и управляемая страна, как и Россия, в общем, до путинских времен. Но, когда выстраивается схема глобального управления, каждой стране отводится своя роль. То есть, ну, как бы, если Вы создаете, один создает корпорацию вот здесь, другой там, а третий на земном шаре. Он сборку осуществляет там, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, на вес повесил, сидят там, температура, все, не знаю, ресурсы качает из России, значит, сам живет в Швейцарии, где там, значит, всегда хорошо. Вот. А из Соединенных Штатов было принято решение выстроить витрины буржуазных ценностей. То есть, там, как бы, фальшиво показывали, ну, вот, если Вы будете жить, вот так, как в Америке, слушаться нас хорошо, то у Вас будет вот так же все хорошо. Поэтому они жили не потому, что они так хорошо работали, так, ими манипулируют. И на сегодня, на уровне глобального предиктора, принято решение о посадке Соединенных Штатов с тех вершин, на которых они незаслуженно находились, на грешную землю. Посадка может проходить разными способами. Можно мордой в грязь, можно на саночках аккуратненько по склонам, чтобы, так сказать, клиент, так сказать, уцелел. И вот на сегодня речь идет о схемах опускания Америки. Одна из схем — это Ирак. Ирак — это глобальное опускание Соединенных Штатов, причем быстро и резко, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я вам приведу один пример цифровой, чтобы вы понимали. Мой человек недавно пролетал из Индонезии через Париж, как бы у нас самый короткий путь, вы знаете. Так вот, в Париже, в аэропорту Шарля-де-Голля, метровыми буквами во весь аэропорт висит лозунг. «Марионетки Буш и Рамсфельд. Кто вами манипулирует?» Ого, вот вам понимание уже во Франции этих вопросов. Так неужели непонятно, что Бушин, конечно же, манипулирует? Но неужели непонятно, что Соединенные Штаты там ничего не могут найти путного для себя? Да, это схема глобального опускания Соединенных Штатов. Да, из них сделали на сегодня мирового жандарма, ненавистного всему человечеству. Глобальный предиктор тем самым уходит в тень. То есть не потому, что они как бы управляли-управляли, а потом развалилось все управление, потому что их алгоритмика уже не работает, работает наша алгоритмика. А они хотят показать, что да, но Штаты рухнули, ну так они же там, видите, неправильную линию вели. Поэтому Соединенные Штаты на сегодня поставлены в безысходную ситуацию. Они такие огромные деньги вкачали в эту военную операцию, что не начать ее, ну просто немыслимо, это как бы тогда полный уход мгновенный с мировой арены. Они с их мерой понимания попробуют еще показать себя. Нет, мы здесь там, так сказать, самые крутые. В результате они вляпаются в еще более катастрофическую и с большими последствиями ситуацию. Поэтому самая главная наша задача дистанцироваться от этой проблематики. Вы видели, во всей Европе везде там миллионные митинги, а в нашей стране... Да нет, там, так сказать, проплатили каких-то 100 человек, они вышли там, что-то там покричали. Мы говорим, нет, ребята, мы не втягиваемся в такие блочные разборки. Эти блочные разборки организованы для того, чтобы опустить валюты воюющего региона, а чтобы доллар в очередной раз получил некоторую передышку. Но эта передышка-то перед смертью, она все равно ничего другого не даст. Вот, поэтому важно понимать, что то, что происходит на сегодня с Соединенными Штатами, это вовсе не их добрая воля. Значит, такими людьми, как Буш, манипулируют. Я вам приведу очень жесткую такую терминологию, которую применял профессор Таненбаум, института Шиллера немецкий. Он выступал по-русски в Кремле, когда я вам говорил, мой доклад был на этой встрече международной. Я выступал, кстати, после Израиля и ФРГ. Так вот, Таненбаум заявил, дословно вам цитирую, потому что я бы сам не позволил себе такую терминологию. Почему в Соединенных Штатах в финал выборного балагана были приведены два идиота? Значит, Буш и Гор. Это его слова, я не могу их поменять, так сказать. Да потому что идиотами легче манипулировать. А почему из двух идиотов был выбран Буш? Да потому что он, к тому же еще, психически нездоровый человек. И когда с помощью Буша будут провернуты некие глобальные операции, то их потом можно будет списать на психологическую несостоятельность этой личности. Вот вам понимание, которое имеется в Германии. А почему в Германии такое понимание? И почему министр юстиции Германии сравнила Буша с Гитлером? Да потому что в Германии еще свежа память о Гитлере. И о том, что все сценарии раскручивания Гитлера, они ни на йоту, ни на миллиметр, к сожалению, не отличаются от сценариев раскрутки Буша. Ну, все до деталей. Там поджог Рейхстага, здесь снос этих башен. Значит, там Олимпийские игры в Германии в 1938 году. Здесь Олимпийские игры в Соединенных Штатах. И так далее, и так далее. По деталям я об этом подробно говорил на лекциях у вас, и это изложено в наших работах. Так что Соединенные Штаты, смысл происходящего, это пускание Соединенных Штатов на надлежащий уровень. Наша задача сделать это пускание с минимальными издержками для человечества. Потому что мы реализуем не государственную политику, мы реализуем политику в отношении всего человечества. И мы на сегодня стоим на позиции, ну, там, вульгарно говоря, защиты Соединенных Штатов. Не надо их теперь дербанить. Если их использовали в каких-то сценариях, то не надо теперь просто устроить глобальную бойню, чтобы их опустить. Это можно сделать интеллигентно, аккуратно, не приводя к глобальным катаклизмам. Поэтому наша задача все-таки минимизировать вот эти возможные, как бы, глобальные последствия. Вы знаете, что при бомбежках и землетрясения пойдут по земному шару, и масса других последствий. Мы стоим на позиции минимизации вот возможных глобальных потрясений для всего человечества. Но, к сожалению, глобальный предиктор, противостоящий нам на методологическом уровне, тоже достаточно силен. И я рассчитываю на то, что наша позиция окажется сильнее. По-видимому, избежать военного конфликта уже невозможно в логике Соединенных Штатов нынешней. Но хочется верить, что если он и произойдет, то он произойдет все-таки с минимальными потрясениями для человечества, для нашей страны в том числе. Витальский, а вопрос такой. Твои в течение лекции не касались политических стран Востока ни разу. Они говорят только о Западе, о Западе, о Западе. А ваша точка зрения к иностранному Востоку и не только на Ира, а на все потрясения последних, на Аль-Каде, там, Хабиби, там, на Лес. Молодцы у вас такие, в общем-то, да, для полноты картинки, конечно. Значит, по Востоку это особая статья. Значит, месяц назад замминистра иностранных дел Денисов, который ведет Восток, первый зам, да, он попросил о встрече с нашей командой. Встреча длилась три часа. После этого, значит, была повторная встреча, где он собрал уже более широкий круг. Действительно, нам с вами важно на глобальном уровне понять, что такое Восток. Если говорить о Востоке Кораническом, то вы должны здесь разграничивать сам Коран и исторический ислам, который на сегодня, как бы, так сказать, разграничен.